Добрый вечер! Завтра Россия отмечает День Героев Отечества. В Преамурии тоже есть свои герои. Один из них, амурский милиционер Артур Волошин, совершил свой подвиг в Чеченской Республике в 1995 году. Смертельно раненый Артур до последней минуты своей жизни прикрывал своих товарищей, вызывая огонь на себя. Сегодняшний гость нашей программы Людмила Дмитриевна Волошина, мама героя. Здравствуйте, Людмила Дмитриевна. Здравствуйте. Первый совершенно простой вопрос. Скажите, ваше мнение, Россия помнит своих героев? Не всегда. Я считаю, что забыты герои. Очень редко, где можно встретить и слышать о них что-нибудь. Это я так. Вот 15 лет вы мама героя. Да, 15 лет я мама героя. Вы знаете, только единственное, что знаю, что я мама героя, и что ко мне приезжают с нашей милиции родной, которая никогда нас не забывает, постоянно. Тамбовская милиция постоянно. Наша милиция, УВД, начиная от Юрия Дмитриевича, генерала, и кончая всеми остальными. Очень признательные нам. И приезжают на дни рождения, на праздники, и по телефону нас поздравляют. То есть мужики по-людски. Да, этого отнять нельзя. И только именно это отношение, ихняя теплота, ихней души приводит к тому, что мы живем, и мы чувствуем, что мы не забыты. И подвиг нашего сына как-то вот... А вот государство, институт власти, не знаю, вам там открытка от президента приходит к какому-нибудь празднику, там, кто-нибудь вас как-то вспоминает? Вы знаете, за 15 лет такого никогда не было. Никто нас не поздравлял, кроме вот УВД, и о ком я сказала. А наша власть, просто, наверное, забыли, что есть в нашей Амурской области герои. То есть ни с Амурского правительства, ни с Кремля ни одной открытки никогда не было? Нет, никогда таких открыток я не получала. Никакого звонка, никакого там... Совершенно нет, никогда. Как вы живете? Скажите, вот 15 лет вы прожили без Артура, 15 лет вы мама героя, который, к сожалению, стал посмертно, этот подвиг совершил. Кто чаще всего тревожит калитку вашим стуком? Кто приходит в гости? Товарищи, которые непосредственно были с ним в Чечне. И вы знаете, что характерно, что это ребята, которые являются моими сыновьями. Я не вижу их чужими и не могу их отделить от своего сердца. Потому что это ребята, которые приходят действительно как сыновья. И что характерное, они называют меня просто мать. А назвать матерью – это великое счастье. И не каждая может мать этим быть довольна. Я лично довольна. И вы этих мальчишек... Я их встречаю, конечно. Они пустили в свое сердце. Вы знаете, что они приезжают в любое время дня и ночи. У меня дверь всегда открыта. Я их всех люблю. И, конечно, они ко мне приезжают с удовольствием. Даже бывают ребята те, которые уже не знают Артура. Но понаслышке от этих товарищей они приезжают к нам. И я им очень рада. Я думаю, что это все мое счастье. Это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит. Людмила Дмитриевна, как живется вам сегодня в Лазовом-то? Ну что, живется, конечно, нам тяжеловато. Потому что время такое тяжелое. Годы у нас такие уже преклонные. А живем мы в такой квартире, которая неблагоустроена, без всяких коммунальных удобств. Вода привозная, дрова, печка и все остальное. Деревня матушка. Да, деревня, которая... Деревня, жить трудно. Да, очень тяжело. Ну, как-то обращались, как будто не знаю. Вы знаете, хотели мы, конечно, переехать сюда, в Амурскую, в Благовещенск. Очень хотелось переехать. Попросила хотя бы однокомнатную квартиру. Потому что мы очень часто болеем. Нужна медицинская помощь. У нас такой помощи оказать сразу никто не может. Ну, в городе легче жить, хоть немножко, но легче. Вы знаете, обращались к эшелонам власти. К губернатору к одному, к другому обращалась. Но, наконец, никаких ответов нет. Не положено. По уставу нам не положено. Какую-никакую квартиру. Потом я написала письмо Жириновскому, который, значит... Почему Жириновскому написали? Ну, потому что, знаете, ответа ниоткуда ничего нет. От отчаяния уже нет. Да, я просто написала, думаю, ну, хоть кто-то может ответить на мои предствия какое-то бы. Ну, а, оказывается, Жириновский написал, и моё письмо переслали, соответственно, высший эшелон власти нашей Мурской области. Буквально через два дня к соцзащиты ко мне приехали, стали спрашивать, что да как да что. Я всё объяснила, конечно, мне они сказали, ну, хорошо, это возьмём, как говорится, на карандаш. Ну, и через некоторое время, конечно, нам выделили квартиру. Ну, сказали, приехали, опять же, говорят, вам выделили квартиру в специальном доме под названием «Ветеран». Это дом, который для людей, которые нуждаются в лечении, в уходе за собой. Вы знаете, что я не рискнула туда пойти, в этот дом. Потому что это всё закрыто. Это так, что ко мне уже не смогут прийти те, кто ко мне приходит в любое время. Там специально так поставлено расписание, что кто пришёл, во сколько пришёл. Проходная, вахта, казённый дом. Обязательно должен, как кто ко мне идёт, повестить, насколько и когда он должен прийти. Мы этого не можем перенести. У нас всегда дверь открыта, и сердце наше распахнуто. То есть полноценной хозяйкой себя не чувствуешь там. Да, я там не могу быть, да. Поэтому, конечно, от этой квартиры мы отказались. Больше ничего не последовало. Вот как вы думаете, вот почему переулок назвали именем вашего сына? Хорошо, наверное, правильно, деньги нашли. А вот маме сына дать квартирку однокомнатную, чтобы дожить свой век в тепле, не знаю, с горячей водой, извините меня, с тёплым туалетом, в этой стране денег нет. Я не знаю так, почему. Такой указ был, что родителям не положено, нет такой статьи у нас. И всё. Вот такой у меня был ответ. Куда я не обращалась? Нет такой статьи. Как только будет, так мы сделаем. То есть родить, воспитать ребёнка, отправить его в пламя войны можно, а больше... Да, больше ничего. Больше ничего. Поэтому я сейчас даже не претендую, не могу даже сказать, куда я могу обратиться и вообще услышит ли меня кто-то. По уставу не положено. Не положено. Людмила Дмитриевна, вот скажите, война в Чечне для меня одна из самых непонятных войн. Это была гражданская война, как ни крутись, в одной стране мы воевали. Вот, наверное, чеченские матери сегодня тоже плачут. Конечно. Вы бы смогли обнять чеченскую маму, которая потеряла своего сына тоже в 95-м году, например? Безусловно. Вы что? Конечно. Только эта мать может понять меня, а я могу понять её. Другого быть не может. Никогда. Только так, да. И не только чеченская. Даже матери афганских войн. И вообще, я не понимаю, как это можно от них отчуждиться. Нет. Это люди, которые с такой же болью, как и я, несут в себе вот это несчастье, которое принесла нам эта война. Нам, матерью. Вот скажите, 15 лет без Артура, 15 лет, как его назвали официально героем в этой стране, что ещё в душе осталось, кроме слёз и боли? Вот какое-то понимание, может быть, пришло? Какое-то не знаю. Вы знаете, у меня, прежде всего, это гордость. Гордость за моего сына. И я горжусь нашими ребятами, те, которые были в Чечне, я горжусь ими всеми. Не потому, что мой сын герой. Они все герои. Те, кто побыл в этих... В том аду. Да, то они все являются героями. И мне кажется, нет никакого различия между героем и просто негероем. Они все герои, и я их понимаю только так. Скажите, вот какой вообще парень был Артур-то? Ну, так честно. Знаете, добрый, отзывчивый. Очень любил товарищей, любил жизнь. И всегда был передовым. Всегда. Это был в классе лидер. Он был лидер, и его всегда уважали. И кроме хорошего, я о нем ничего не слышала. Вот зная, как никто другой, характер своего сына, вы поняли, почему он совершил этот подвиг? Почему он поступил именно так, а не иначе? Он не мог иначе поступить только потому, что их полностью отряд ОМОН попали в засаду. И будучи уже раненым, смертельно раненым, он почувствовал, что другого выхода нет. Или они остаются и гибнут все, или он должен только решить так. И он поступил так. У него не было такого золотой середины. У него был так или да, или нет. Он поступил так, как решил так. Я другого выхода и другого ответа в его поступке я не нахожу. Он должен только так. Да, в этом я сто процентов уверена и зная своего сына. Снится? Нет. Никогда? Никогда. Не потревожил ни разу? Нет, никогда. Вот скажите, а чего еще от жизни хочется вам? Вот честно. Я даже не знаю. Я уже ничего не хочу. Достаточно того внимания, которое мы испытываем. И этого достаточно. Вот для матери и для родителей, вот таких погибших особенно. Вот. Внимание, доброта, вот такое сердечное отношение, это высшие награды. Нам не надо. Спасибо огромное. Можно поцелую вашу руку? Правда. Спасибо. И вы правда настоящая мама. Живите долго-долго. Спасибо. Спасибо. Герой России Артур Волошин будет жить долгую жизнь, по крайней мере, до той поры, пока будут помнить дети, внуки, правнуки тех, кто остался жив благодаря его подвигу. Я желаю вам всего всем самого доброго. Живите долго и берегите себя. Спасибо. До свидания.